приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы эта тема видео внеочередная и очень очень важная она появилась благодаря нашему видео с названием секреты выращивания большого урожая здоровой и вкусной картошки в 2021 году и откликом и комментариям на это видео мы показали среди пораженных вредителями картофельной молью майским жуком среди вот этого количества картофель было три клубня с вирусным заболеванием но не назвали его так как впервые увидели необычные картофелины при сборе урожая благодарим на наш коллега из нидерландов ян бор прошу прощения если возможно произношение фамилии неправильно он сразу же прислал сообщение в котором написал коричневое кольцо на картофеле это вирус не используйте их как семенной картофель в следующем году потомство этого картофеля будет точно таким же я вот вам даю его точную копию его сообщения на украинском языке и вот перевод даю на русском кроме этого в соц сетях уже несколько человек прислали свои фото и описание точно с такими же симптомами на картофели и эти сообщения пришли с разных стран а это говорит о том что пора бы бить в колокола и разбираться с этим вирусным заболеванием мы покупаем картофель через интернет-магазины семенной именно и вот такие картофелины были именно в покупном картофеле видимо там были на что мы перебрали в основном все было выбрано и не видно было этого так как мы покупаем картошку в пыли то у меня есть правило и свой картофель после того когда выкапываем моем и проводим через дезинфекцию марганцовки точно так картофель который мы покупаем мы тоже его моем так как покупаем картошку в пыли никто ее не моет то сразу же ее моем это правило у нас для любого картофеля чтобы увидеть что за картофель если уже увидели какие-то болезни проявления на клубнях каких-то непонятных вещей мы этот картофель выбраковываем видимо на нескольких картофелях были только зачатки этого вирусного заболевания после замачивания в марганцовке весной мы провели озеленение яровизацию картофеля и посадили его свой недосмотр кстати определили уже при интенсивном росте картофеля 6 мая один такой картофель оказался размытым после сильного ливня а затем при осмотре грядки с картофелем увидели еще несколько странных кустов об этом мы сделали кстати видео и показали нашим зрителям как проявляются вирусные заболевания картофеля мы выкопали полностью кусты и сожгли их но не все как оказалось при оборку уже при уборке вырожая остался видимо еще куст который во время вегетации на побегах и лисях особо себя не проявил вот от этого вируса я специально рассказываю весь ход событий чтобы те кто выращивает картофель внимательно относился к любым проявлением незнакомых симптомов на растениях второго хлеба и не только на растениях еще до этого на семенах на то он и второй хлеб чтобы вырастить его здоровым и полезным для нашего здоровья а теперь информация о самом вирусном заболевании только специалисты могут правильно произнести название этого вируса я же вам предлагаю вариант написания вот на экране и буду его называть y вирусом кстати это только один из сорока фито патогенных вирусов которые поражают картофель это просто жутко 40 40 фито патогенных вирусов и кроме этого еще много чего которое может напасть на наш картофель и уничтожить и грибков сколько но вот такая вот задача у нас у огородников разобраться в этом всем и выращивать уже здоровый картофель идем дальше но вот этот вирус y вирус чаще всего встречается на картофеле и считается одним из самых опасных при сильном поражении этим вирусом потери урожая могут достигать 50 процентов нашла информацию что и 60 и 70 процентов этот картофель внутри имеет вот такие различные рисунки коричневые нити его есть невозможно я даже при разрезе он жесткий хотела разобраться что там внутри вот разрезала сфотографировала сфотографировала и вид у него такой вот неприглядный вот эти кольца коричневые и в середине вот такая некрасивая картина что еще важного нам нужно знать об этом опасном вирусе кроме того что он вот такого вот больного клубня если его оставить и посадить вырастут точно такие же больные именно картофельные и растения и не только вырасти но и еще эти растения могут стать источником этого же вируса на грядке для других растений а переносит ее вот переносят эти вирусы тля которая в мае и начале лета массово размножалась на разных растениях сада и огорода а в июле продолжили черное дело дело заражение растений картофеля вирусами цикадки различные жуки и клапы и черепашки комарики и другие переносчики вирусов кстати мне удалось заснять комарика на плоде сливы который пьет сок на они кстати перемещаются пьют сок и с листьев из плодов даже этот же комарик мог где-то выпить сок на листике картофеля а затем перенести на другие растения и картофеля и не только картофеля и вот я просто интересно было наблюдать как это он делает поэтому я вам показываю как пример здесь в данном случае на сливе он пьет сок а на любом другом растении точно также они переносят и пьют сок живут за счет этого и переносят вирусы кстати ученые исследователи австрии и словении нашли этот вирус в растениях томатов стручкового перца и баклажанов которые выращивались рядом с участком картофеля где были растения пораженные с этим вирусом вот представляете себе насколько это опасно не только для картофеля но и другие растения могут быть заражены вот буквально этим ученые ряда европейских стран это я нашла такую информацию сейчас очень интенсивно трудятся над выводить выведением новых сортов которые могут быть устойчивы к различным вирусом в том числе и к этому у вирусу что же нам делать ведь для дачников огородников множество просто имеющих вот участки не только огороды фермеров что нам делать ведь для нас картофель это настоящий второй хлеб что предпринять как быть не опускать же руки и нюнить что так сложно нынче выращивать картофель и вспоминать что когда-то посадил раз просопал и выкопал огромный урожай картофеля такого как раньше было нету и насколько мне известно родители и бабушка очень много труда влаживали для того чтобы получить хороший урожай картофеля это все сказки рассказки про то что посадил полежал лето пролежал и осенью выкопал хороший урожай что же нам делать в первую очередь нужно соблюдать все 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 агроприемы в технологии выращивания картошки и особое место занимает защита картофеля от вредителей не только вредителей а от переносчиков вирусов тот же комарик вот который мы посмотрели я вам показала кроме этого вируса есть и другие вирусы тот же кстати столбур тоже переносится с картофеля на томаты с томата на картофель так что контроль переносчиков вирусов это одна из главных задач при выращивании картофеля обработки постоянно инсектициды мы пользуемся биоинсектицидами у кого-то еще есть другие какие-то варианты обязательно нужен контроль за этими различными переносчиками и вредителями которые очень любят наш картофель еще один важный момент приобретаем оздоровленный здоровый семенной материал это сложно но ищем семена здоровые кстати при покупке мойте семена и сразу увидите насколько здоровые вот эти семена картофеля и снимайте саму покупку получение и отправляйте фирме которая продает вот эти видео и говорите об этом если будете сидеть и где-то тихонько расскажете там где-то кому-то ищите способ сообщить об этом чтобы как можно больше людей услышали те кто продает и особенно производители они боятся этого естественно стараются изменить ситуацию у нас уже вот так было прошлом году еще есть один момент в получении здорового контроля это приобретение сортов устойчивых к вирусным заболеваниям не только к этому вирусному заболеванию изучайте информацию с разных источников сейчас в интернете есть разные очень много информационные сайты и где вы можете найти разную информацию не один источник информации а много есть время изучите разбирать разберитесь выбирайте ранее или средне ранее сорта когда еще меньше вредителей атакуют наши огороды уже этот момент тоже может спасти наши грядки вернее наши растения картофеля это все на сегодня по этой теме можно вот таким предложением завершить предупрежден вооружен мы получили такую информацию и теперь готовимся к новому сезону уже сейчас чтобы весной в попыхах что попало не покупать и что попало не высаживать ну а раиса горяченко александр волик желают вам крепкого здоровья и здоровых вам растений на огороде и в саду и особая благодарность всем тем кто нам пишет присылает фотографии комментирует всем всем вам удачи успехов во всех ваших делах до новых встреч на нашем канале